Ночь искусств – это ежегодная всероссийская акция. В этом году ее девиз «Искусство объединяет». Это не случайно, ведь дата проведения совпала с праздником Дня Народного Единства. В рамках акции различные культурные учреждения готовят особую программу и стараются открыться для посетителей с новой стороны. Неудивительно, что у горожан Ночь искусств вызывает большой интерес. Музей Эрзи в этом году подготовился основательно. В программе помимо различных выставок, встречи с художниками, интерактивные лекции, мастер-классы, а также квест по постоянной экспозиции. В рамках проекта «Открытые фонды» была организована специальная экскурсия в запасники под названием «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен». У нас две специализированные экскурсии в наши запасники. Именно в запасники скульптуры, потому что мы скульптурный музей, и поэтому все, кто смог записаться на эти две экскурсии, смогут побыть хранителями, поработать, завести инвентарную карточку на экспонат, попробовать его упаковать и провести с ним все необходимые действия. Объединенный краеведческий музей имени Воронина также распахнул свои двери для посетителей всех возрастов. На торжественном открытии выступали танцевальные и вокальные коллективы. В этом году музей отмечает свое столетие. По этому поводу была организована выставка из его запасников. Кроме того, работало множество площадок. Мастер-классы и интерактивы были рассчитаны как на детей, так и на их родителей. Посетители учили делать открытки, плести браслеты из бисера, изготавливать чучело животных и многому другому. Большой интерес вызвала песочная анимация. Делаем большие-большие тучки, наконец-то. Сейчас в наши пустыни пойдет дождь. Так, еще, еще, еще побольше. А одна самая большая тучка забежала прямо на солнце. Ночи с куст – мероприятие традиционное, но каждый год сотрудники музея стараются придумывать что-то новое. Чтобы порадовать посетителей необычными решениями и интересной программой, ежегодно проводится анализ общественного мнения. После каждой ночи мы, конечно, подводим итоги, делаем выводы. Во-первых, у нас проходит анкетирование. В этом году нам помогает российское движение школьников, волонтеры, девочки пришли, будут работать на наших площадках, проводить анкетирование, где мы спрашиваем посетителей, что им больше всего понравилось, что хотели бы они видеть традиционно в нашем музее, что-то поменять и что-то новое. И, конечно, мы стараемся учитывать мнение наших посетителей, потому что музей, прежде всего, работает для посетителей. В фойе музыкального театра имени Яушева расположилась выставка работ студентов в профиле декоративно-прикладное искусство. Посетители увидели яркие и современные решения в этом необычном направлении. В Яушевском зале прошел камерный концерт с участием солистов театрального оркестра. Зрители смогли, наконец, вблизи увидеть музыкантов и насладиться классической концертной программой. Ранее в рамках акции «Ночь искусств» музыкальный театр Яушева презентовал себя на других культурных площадках города. В этот раз решили принять зрителей в собственном здании. К мероприятию отнеслись серьезно, с пониманием его масштаба и важности. Это та сфера, которая лучше всего позволяет объединить людей, объединить вокруг каких-то хороших, положительных идей, мыслей и так далее. Поэтому культура и искусство – это всегда то, что помогает людям стать лучше, добрее, понять, зачем они существуют в этом мире и так далее. То есть я думаю, что это очень положительный опыт. Мероприятия прошли и в других учреждениях культуры. Искусство действительно объединяет акции, помогает сделать его доступнее для горожан и позволяет каждому прикоснуться к прекрасному. Ирина Семенова, Александр Гурьянов. Народные новости. Семенова, Александр Гурьянов. Народные новости. Ирина Семенова, Александр Гурьянов. Народные новости. Ирина Семенова, Александр Гурьянов. Народные новости.